всем добрый день всем хорошего настроения начинается новый день начинаются новые заботы сегодня ветер сыро дождь был ночью поэтому погода внесла свои коррективы мои планы совершенно были другие планы но очень скользко выходить на улицу опасно поэтому я сегодня начинаю свою ежегодную генеральную уборку я особо не люблю убирать поэтому для раскачки выбрала книги начну с книг как как видите книг немного но и немало книги самые разные они собирались не системно раньше помните книги доставались покупались не в магазине а именно доставались разными способами по части начну надо их все свалить и хорошо пропылесосить кто помнит у кого какая была любимая детская книга я помню это было называлась марийкина детство я конечно не помню автора но эту книгу я перечитывала ну но я не знаю но сто раз это точно еще я помню у нас дома было были брошюры ленина еще помню сталина вот помню одну брошюру это был отчет двадцатого съезда хрущева и вот в этой брошюре было написано что в 1980 году мы все будем жить при коммунизме ну тогда кто слабо понимал что это такое жить при коммунизме и учительница нам рассказывала что жить при коммунизме это значит от каждого по возможности каждому по потребности мы все равно не поняли спросили как это она нам объяснила что работать будешь столько сколько ты сможешь а когда придешь магазин то выбери что то что тебе нужно боже как мы ждали этот 1980 год надо же такая ересь еще я помню что все ждали конца света 2000 в 2000 году должен был быть апокалипсис конец света я помню тогда посчитала 2000 2000 году не было бы 48 лет я так переживала а когда посчитала что в 2000 году мне будет 48 лет я успокоилась подумала о да я уже буду старая достаточно не жалко и умирать сейчас вспоминаю это просто ужас один но это я отвлеклась сегодня у нас речь о книгах помните как мы собирали кто постарше наверное помнит как мы собирали эти книги собирали макулатуру потом сдавали эту макулатуру нам давали талончик и на этот талончик можно было купить какую-то книгу как мы ревностно оберегали эти книги читать да почитать книгу давалось только тому кого ты хорошо знаешь уверен в человеке что он вернет тебе эту книгу я помню случай пришел ко мне ну мало знакомые друзья друзья знакомые и он мне говорит дай почитать не войну и мир ну я сомневалась так а потом думаю ну стыдно человек просит и даю ему первый том война и мир двутомник говорю почитаешь а потом вернешь возьмешь другой то а он мне говорит я быстро читаю да мне сразу два тома ну вы представляете войну и мир быстро прочитать два тома быстро прочитать но это ж ну абсурд и я не помню под каким-то предлогом отказала ему и он на меня так обиделся мне аж до сих пор неудобно что я ему не дала почитать эту книгу а ему наверное неудобно вот это это уже сейчас неудобно что он меня так хотел обмануть я надеюсь я надеюсь что он так думает что ему стыдно вот сейчас смотрю на эти книги и думаю как все изменилось за 50 лет как все поменялось книги эти никому не нужны вот только пыль вытирать выбросить жалко потому что сколько труда было вложено и подписка была и макулатура сдавалась собиралась это не просто было собрать макулатуру это усилия а теперь это никому не нужно дети мало читают такую бумажную литературу дети читают сейчас интернет всякие разные гаджеты я не знаю что будет через 50 лет хотелось бы конечно знать но к сожалению старость уже а сейчас вот осталось вытирать пыль я раз в году это делаю не чаще какая-то тоска от всего этого но не будем о грустном я наверное с вами попрощаюсь потому что говорить я могу очень долго а мне видите сколько надо убрать это на полдня работы не меньше поэтому всем до свидания спасибо что посмотрели мой ролик подписывайтесь на мой канал ставьте лайки до свидания